О туризме у нас знают и говорят абсолютно все. Каждый второй – турагент, каждый третий – тревел-блогер. Говорить о новостях – не ново. А говорить о бреде, что это бред – почему бы и нет. Мы не желаем вам попасть в нашу рубрику новостей. Смук сказал – срочно зайди. Зашел у чего? Узнать сенсационную новость, что люди любят смотреть сборник новостей за неделю? Так я и сам ввел самый продолжительный блок новостей в социальных сетях. Новости бывают скучные, и бывает, что их и нет особо. И тогда она сказала – давай говорить, как думаем. И что если хреново, то хреново. А вот это уже интересно. Но от себя я добавил, что должен быть юмор и кринж. А то будет, как обыденная декларация невзрачного чиновника. Сделаем новое, сделаем лучшее, сделаем не как у всех. За стол садись! Ай, как ты это надоел. Тебе надо громкость ниже сделать, как на пультике. Ты же знаешь, 12 часов, обед, стол накрытся. Садись, ешь. Новости сейчас начнутся. Новости еще нету. Новости начинаются. Какие новости? Новости. Опять свои газеты начитаются. Новости Ярославии. Ой, ладно, давай. Рассказывай. Чарелеба налила уже. Конечно, налила. А как иначе-то? Ты думала, в этой семье кто? Хозяин. Кто? Глава. Кормилец. Конь в пальто. Я думал, я. Ты, может, за стол сяришь? Накрылся. Новости почитаем. Новый год скоро. Много всего интересного. Ой, селедочку наготову. Газету на свежую принесли в ящик сегодня бросили. Я думаю, только счета, квитанции приносит. Сколько там до Нового года-то у нас? Ой, до Нового года осталось считанные минуты моей жизни. Ладно, новость слушай. Что там? Ярославцам мы рассказали, сколько в области заработать удалось на туристах. Это сколько? Пять копеек, что ли? Восемнадцать миллиардов рублей. Почти в два раза больше, чем в прошлом году. Чувствуешь, как богатеет Ярославскую? Вон у нас аж икра баклажанная появилась. Богатая. Он из богатеет, а я нет. Да, где ты? Где туризм? Ой, мне бы такую жену богатую. Каковость наша Ярославская? Ладно, на, читай следующую там новость. Там что-то про Гагарина было. Про Гагарина? Было. Что про Гагарина у тебя было? Я не знаю. Смою картинка красивая. Сколько там говорят до Нового года? Так кто же знает, кто же считает. Мы счастливые. Часов не наблюдаем. О! В Ярославле на Советской площади открылась новогодняя ярмарка. Ой, да. Чего там? Здесь расположилось 18 домиков шале. Слышь, что такое? Шале. Шале. Слушай, я знаю, что такое шала. Шала-ба-ла. Шала-ба-ла. Шале это какое-то иностранное слово. Разве модно говорить иностранное слово? Нет, вроде русское. Русское нужно. Русское? Сарай есть хорошее слово. Этот самый, как это? Теплица это. Нет, погоди, дальше поясняют. В половине из них продают сувениры, а в другой еду и напитки. Так что можно пойти поесть там? Бесплатно, думаешь? Так, наверное, там те вот, кто 18 миллиардов получает, те туда и ходят, и ходят. Там еще этот, ты дальше, смотри, там же этот, каток есть. А, рядом на Советской площади расположился бесплатный каток аттракционной «Егорка». Во, мы с тобой на каток не пойдем. Потому что там по записи. Я про корову хотел сказать, но по записи тоже ничего. Я тут тоже не смог. Давай, давай, давай. Там буква неудобная. Ярославский футбольный клуб «Шинник» подписал контракт с новым главным тренером. Теперь заниматься черно-синими будет, Дмитрий. Самыми сильными. Имеющий огромный игровой тренинг. А мне уж больно клип у них понравился. Не знаю, откуда они это самое взяли, но вот это, под песню-то они там поют. Видимо, сейчас как-то популярно, что ли, вот это. Что-то из руссконародного, видимо. Попрёт, значит. Ух, попрёт у «Шинника», попрёт. С таким-то клипом, который они сделали. Чаю-то попей. Да попью, попью. На, читай тогда. Дети мы 80-х. Ну ты 70-х. Тоже недалеко ушёл. В Ярославле, говорят, экскурсии проводят по местам съёмок сериала «Слово пацана». Слышал такой? А что это за сериал-то такой? О чём хоть? О 90-х? А, в 80-х. Тогда уж пионеры они были. Да вот не только. Металлум. 30 тысяч рублей стоит на пятёрку съездить в Ярославле. Как тебе? А вот откуда эти 18 миллиардов появляются-то. Слушай, а может и тебе пойти? Ты меня только послать и хочешь. То в Дед Морозы, то в эти пацаны. На носу, на стол заработать надо. Юлька, а что если я буду Дед Морозом-пацаном? Морозом может и будешь, и Дедом будешь. Пацаном вряд ли. Буду Дед от Морозок. Ой. Чё вырываешь-то всё? Так ну а как иначе-то? Иначе ты самые крутые-то новости-то и не прочитаешь. Ярославцам рассказали, сколько зарабатывают в регионе Дед Морозы и Снегурочки. В Ярославской области выросла зарплата Деда Мороза. Раньше 20 тысяч рублей была, а тебе 35 тысяч рублей. Чё ты сидишь на стуле-то? Что сидишь? Иди работай. Ты думаешь, что это дело, что ли, хитрое? Что у меня для этого есть-то? Борода есть. Ты есть. А ты мне зачем? А, в смысле, нет, нет, не то хотел сказать. Зачем ты мне, как Дед Морозу? Ты что, Снегурочкой пойдёшь? Снегурочка, пойду? А что? У тебя 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 с Снегурочкой тоже зарплата изменилась. Как ты думаешь, как? 50. Теперь Снегурочку за 5 можно взять. Так сказать, ну в смысле взять. Ну в смысле, ну как бы заказать, пригласить, пригласить за 5 тысяч рублей. По половому признаку. Ой, да. Ну давай попробуем с тобой что-нибудь заказать на все деньги. Дай денег, пожалуйста. Только и просишь, что денег дадим. О, пятёрик. Смотри, я слово знаю. Что? Что рваная? Ну ладно, ходи с ним. Загажалась. Да, подумаешь. В сейфе. Шредер, блин. Этот. Дед Мороз. Придидиус. Оп. Пятёрик. Опа, как быстро. А, стой, стой, стой. Куда? А, и это всё? Расскажи стишок. Знает, он может и подумать. Подожди, я присядываю. Стишки. А вот на той картине. Матерные только. И может. И может. Он пьяный двух слов связать не может. С головы сорвал ветер мой колпак. Я хотел любви, но вышло всё не так. И теперь ничего в жизни не вернуть. И теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, я тебя обнял. Не стоило. Ой, лично ты после 30 лет не даёшь. Молодец. Ммм, какая. Ох ты. Это же моя любимая. Вот тебе подарок. Я уберу на хранение. А девочки? А девочки? А дедушки? Конечно. Дедушка. Он поздравляет всех пацанов и девчат с Новым годом. А особенно девчат и... Не забывай наш первый вечер. Не забывай моей любви. Не гудя хвалилась. Крин. Я не буду тебя ни с кем длить. Я не буду тебя с твоей стороны. Запить, дай, старый. А это всегда есть? Хорошо пошло. Хорошо пошло. Да. Новость-то какая. Новость-то какая для нас с тобой. В Ростове отреставрировали особняк Мальгиных, построенный в 19 веке. Открыли там отдел ЗАГС. Ну, значит я его... Наледаемся? Я думал ты никогда не предложишь. Я уже давно предложила. Разведемся. Ты ведь про... Нет? Налей тогда еще. Отметить надо. Это за всегда. Тебе не хворать, старый. Ну, как говорится, не чокайся. За отношения. Ладно, ладно. Шутку понял, шутка не получилась. Батя. А не поехать ли нам по Золотому кольцу? А. Можно. По случаю развода. А в Суздаль? А ты знаешь, что Суздаль это новогодняя столица России? Ой, там летом было, там ничего у них не готово было еще к этому. Они даже не знали, что они там что-то готовят. А теперь они даже запустили бесплатный автобус до центра города. Тридцать восьмой? С Ярославля Главного? Не знаю. Ну, из Ярославля Главного поехали. Что нет-то? Сядем на него и... Это ведь Ярославская область Суздаль-то. А почему она Ярославская область? А почему мы его обсуждаем? Ярославль-то столица Золотого кольца. Так... А что это это? А Суздаль-новогодняя столица. Слушай, а может туда по паспорту туристам можно поехать? Не просто можно, а нужно. А, ну ладно, давай. Там, по-моему, новость есть, которую я хотел вам рассказать. И Иваново, оно золотое кольцо-то? Ну, кажется золотое. Тогда вот слушай. Тут, оказывается, еще в Иваново первое мероприятие фестиваля Русское Рождество. И сразу же написано путешествие в Рождество. Как будто бы автор не очень писал. Так вот, в арт-пространстве Ивановского железнодорожного вокзала... Кстати, там был такой вокзал. Ты просто забыла. Вот. Все желающие смогут поздравить поздравления с праздником в любую точку страны. Хоть к Маринке в Ташкент, хоть к Юльке в Кишинев. Шутка просто несостоявшаяся. Вот. Поехали еще туда. Поздравим Машу. Так заработаешь Лебом Морозом. Так и поедем сразу на 35 тысяч. Так это за месяц напади. Или за раз, думаешь? В следующем году поедем. Ну, в следующем-то году поедем-то поедем. А всем-то знаешь, куда ехать надо, рыбонька моя? Ярославскую... Гу... Бернию! К амбассадору Ярославия. Тогда? Тогда.